Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду Ишинбекова. Президент Сорунбай Дженбеков сегодня принял зампредседателя Центрального военного совета Китая, генерал-полковника Сюйцеляна. Глава государства в первую очередь еще раз подчеркнул, что Китай продолжает оставаться для нашей республики надежным партнером и добрым соседом. И просил передать руководству Китайской народной республики благодарность за поддержку Кыргызстана за все годы с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение реализации совместной декларации о всестороннем развитии стратегического партнерства и еще 10 других двусторонних документов, которые были подписаны во время госвизита Сорунбай Дженбекова в Китай в июне этого года. В свою очередь Сюйцелян одной из приоритетных целей своего визита назвал укрепление сотрудничества в военно-технической сфере. Передал теплое приветствие президенту Сорунбай Дженбекову от председателя КНР Си Цзиньпиня. Отметим, планируется, что лидер Китая посетит нашу республику в 2019 году с госвизитом накануне саммита глав государств участников ШОС. Сфера промышленности, энергетики и недропользования республики осталась без руководителя. Председателя комитета, курирующего эти отрасли, освободили от занимаемой должности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы государства. Соответствующий указ уже подписан президентом, как отмечается согласно поданному заявлению. Главой комитета Рыскулов проработал чуть больше года. Назначен на этот пост он был в конце августа 2017-го. Выбросилась с четвертого этажа с младенцем на руках. Трагичный случай произошел накануне в Аше в микрорайоне Чирио-Мушке около пяти часов вечера. Выяснилось, что женщина намеренно выпрыгнула из окна. Сначала ударилась о крышу пристройки, а после упала на землю. Ее ребенку восемь месяцев. В данное время пострадавший находится в больнице. Сразу после случившегося женщину госпитализировали в отделении травматологии Ожской областной больницы. У нее диагностирован перелом бедра и черепно-мозговая травма. Состояние ребенка стабильно тяжелое. Он получил сотрясение и ушиб головного мозга. Ее доставили в Ожскую областную детскую больницу. По информации врачей, мама была в состоянии алкогольного опьянения. Милиция уже взяла под контроль этот случай. По их данным, молодая мама приехала в Ож из Карабалты. Кроме этого малыша, у нее есть еще другие дети. Заворовство. Таким был мотив продавца из ЦУМа, ударившего мужчину прямо в отделе у прилавка, и который вследствие этого удара скончался фактически на месте. Следователи продолжают выяснять обстоятельства смерти 45-летнего мужчины. Его, как видно на видео с внутренних камер наблюдения, несколько раз ударяет продавец. Делает это он очень быстро, буквально за секунды выскочив из-за прилавка. Он, отметим, арестован и заключен в СИЗО номер один. Со слов подозреваемого, погибший пытался украсть кое-что из товаров. В попытке пресечь кражу у него получилось среагировать так жестко. Что стало причиной смерти, пока не установлено. Результаты вскрытия еще не готовы, отметили в милиции. Уголовное дело возбуждено по статье 104. Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего. Товарищеский матч, который закончился по-товарищески. 1-1 тот счет, когда говорят, что победила дружба. Так сыграли накануне наша сборная по футболу с командой из Палестины. Матч проходил на столичном стадионе Доленова-Мирзакова и, впрочем, порадовал болельщиков интересным ходом игры. С нашей стороны гол забил Мирлан Мурзаев. Ну, а из команды соперников отличился Одай Дабак. Уже в этот понедельник кыргызстанцы сыграют еще один матч со сборной Сирии в рамках подготовки к Кубку Азии 2019. Кукбэру, как самая зрелищная игра соревнований кочевников, на этот раз отличилась не только своей спортивной составляющей, но, скорее, интригами, которые с самых первых дней соревнований витали на Челкунатинском ипподроме. Накануне в финал вышла наша сборная. Сомнений в этом не было, впрочем, ни у кого. Ребята играли с командой из Москвы и обыграли их со счетом 23-5. Однако соперники старались делать все возможное и наверняка были готовы воспринять поражение как опыт. Во втором полуфинале встретились сборные Казахстана и Узбекистана. И итог этой схватки оказался, мягко говоря, удивительным. Впрочем, как и сам ход игры. Вот уже много лет соперниками в финальной битве оказываются сборные нашей республики и Казахстана. Однако на сей раз казахи уступили узбекской команде. Сразу после игры активисты и представители нашей федерации Кукбэру напрямую заявили, что проигрыш казахской сборной, намеренный состав команды был не основной и спорта, как таково, в этой игре не было. По их словам, на умышленное поражение они пошли не для того, чтобы избежать поражения от кыргызских кокбаристов, а отстоять особенности казахского аналога игры Кукбара. Финал турнира в рамках игры кочевников намечен на сегодняшний вечер. На центральном ипподроме Чулпанаты встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана. Ну и итоги медального зачета по прошествии пяти дней игр, без учета сегодняшних соревнований, которые в данный момент продолжаются, выглядят следующим образом. На первой строчке продолжает оставаться Кыргызстан. Наша сборная сумела завоевать 78 наград, 30 из них золотые. На втором месте российские спортсмены. Они стали призерами 43 раза и 16 раз поднимались на высший пьедестал подсчета. Тройку лидеров замыкает Казахстан. Но у ребят из соседней республики 49 наград, 11 из которых золото. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok